Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено обзору вот такой вот клеточки, в которой можно будет содержать канарей, щеглов, чижей. Вот видите, сейчас клеточка открыта и щегольчик вылетел. Сейчас подробно вам покажу размеры клеточки, со всех сторон рассмотрим и более подробно. Итак, данная клетка предназначена для содержания канареек, щеглов, чижей, снегирей. Амадин можно также держать, некоторых волнистых, в зависимости от состояния, от поведения волнистого, если волнистый агрессивный, конечно, он может перегрызть эти прутки. Если волнистый получает свежие ветки различных деревьев, там зелень, то он эти сухие ветки грызть, в смысле сухие прутики грызть не будет. Итак, друзья, подробно про клетку. Клетка имеет две дверочки с разных сторон. Вот здесь с правой стороны дополнительная дверка, можно сделать с левой стороны. Здесь вы можете повесить специальный кронштейн и на этот кронштейн установить купалку для канарейк или для Амадин, кто у вас здесь будет жить. Также на эту сторону можно повесить специально подвесное гнездышко и канарейка будет в этом устройстве нести яички, высиживать, затем и вылупятся птенчики. То есть, здесь будет специально для разведения. Если вы содержите просто одного кеннера, то тогда для песни одного кеннера, то тогда данная клетка прям будет очень хорошо смотреться в вашем интерьере. Итак, смотрите, здесь есть два вот таких вот незамысловатых, простых, но очень надежных в плане вскрытия, а птица их не откроет. Замочка, раз-два, вверху внизу дополнительный. Здесь есть кормушка, удобно достается, насыпаете сюда зерно, зерновой кормы, установили одним движением руки. Также можно разместить здесь какую-нибудь плошечку для минералов, для зерна разного, там ту же замочку будете давать дополнительным. Можно блюдце поставить, это уже кто во что гораст. Штатная поилка идет в наборе, две жердочки, фруктовые деревья с корой. Вот так вот выглядит клетка, значит поддон выдвигается на себя. Соответственно, здесь вы можете бумагу расстелить чистую, можете песочек насыпать, заменили, поддончик обратно задвинули, таким образом он задвигается и все. Если будет такая потребность помыть эту клетку, то вы можете также поддон вытащить полностью его, он отсюда вытаскивается, моется все это дело, затем вытирается насухо, сушится и обратно вставляется. Саму клетку можно мыть влажной тряпочкой. Допустим, сделали влажную уборку, здесь все влажной тряпкой протерли, она все это откисла, помер птиц, откисла, затем снова обтерли и клетка ваша стала абсолютно чистой. Купать ее в ванне или под душем такой надобности нет, но следить за чистотой очень удобно и очень просто. Размеры клетки, значит данная клетка длина 50, высота 33-34 сантиметра и ширина у нее 25 сантиметров. Клетка подходит, еще раз повторюсь, для одиночного содержания канареек. Много литературы пишет, что в данном размере можно держать спокойно пару канареек для разведения. Вот так клетка смотрится с левой стороны. Это ее фасадная часть. Обработана специальным лаком, который защищает дерево от той же влаги, то есть можно смело мыть. Цвет вот этой клетки заказчик попросил сделать именно вот такой. Человеку надо под интерьер, нравится такой цвет. По вашему желанию могу сделать посветлее, потемнее. То есть, пожалуйста, хотите под орех, хотите под дуб, хотите под клен. Так что, друзья, такой вот обзор. Вот так вот смотрится кеннер. В данном случае здесь он оранжевый или красный, все по-разному называют. Кому понравилась клетка, можете заказать, написав по номеру телефона, на WhatsApp, смс можете написать. Номер телефона 8 928 231 6107. Цена доступная, качество хорошее. Останетесь довольны. Будет красиво. Субтитры создавал DimaTorzok